Привет, мариманы! Аспаргилл заслал на обзор видос с новым донатным штурмовиком. А-14Б Эквалайзер. Проект художника Родриго Авеллы. По задумке автора призванный заменить всем известный А-10 Тандерболт. Начинает на тушке. Один из самых быстрых бомбардировщиков. Сейчас сразу урон прилетит, как мы знаем. Вот, не повезет F-127. Смотрим. Отлично. Первые секунды боя и 160 тысяч урона уже в копилке Аспаргилла. И видим новый штурмовик. Внешним видом напоминает парней в вингсьютах. Ракеты уходят в ловушки. Остается мощная пушка и неуправляемые ракеты. Кстати, почему-то на Т-3, в отличие от Т-2, вот таких неуправляемых ракет на штурмовиках мы не видим. Хотя вещь, конечно, классная. Хотелось бы, чтобы больше было таких штурмовиков. Ну вот, залетели ракеты управляемые уже в 127-го. И они наносят А60 тысяч урона, что немало. Аспаргилл сказал, что очень хорошо описал данный самолет небезызвестный Мэврик в своей статье, которую я с разрешения автора сейчас вам зачитаю. Штурмовик с огромным уроном, который, по сути, красив только на видео с тренировочного режима. У него существует сразу несколько проблем. Синдром Страта Фортреса. Маленькая скорость и большое ХП. Но лучше ведь наоборот, ведь штурм все равно дохнет. Невозможность байта. Один слот ракет на штурмовике. При этом их КД не позволяет выпустить второй залп ни в ловушке. Вы можете упарываться и байтить вначале дроном, но делать это ради 60 тысяч урона с ракет, которые еще не факт, что ПВО пройдут. ХЗ. И слишком, слишком долгая реализация. Отстрел пулемета и нуров займет у вас кучу времени. Плюсом к этому оба вида вооружения реализуются на ближней дистанции, что делает штурмовик к суицидникам. И нанести с них два залпа почти что нереально. Итог. Это обычный VIP штурмовик. Штурмовик не оправдывает свою цену. Огромные цифры не такие уж огромные, если подсмотреть на то, насколько долго и нудно их реализовывать. Лучше вложиться в J25 и получить куда больше профита. Мэврик, спасибо тебе за эту статью. Надеюсь, это поможет людям определиться с выбором. В любом случае штурмовик будет представлять коллекционную ценность. Думаю, найдутся люди, которые его себе таки купят. Ну вот хотя бы как наш Аспаргел. Если кто-то штурмовик уже приобрел и может поделиться своим мнением о нем в комментариях, я это буду только приветствовать. Вот такой получился первый взгляд на новый штурмовик от наших авиаторов. С вами был Алекс Шикака. Хороших вам боев и всем пока!